лабораторная работа номер 6 типовые алгоритмы с двухмерным массивом рассмотрим типовый алгоритм нахождение минимального значения исходя из условия задачи составить программу для вычисления суммы минимальных значений элементов в каждой строке матрицы размером 8 на 6 открываем среду пускай начинаем заголовка так дальше нам понадобится константы 7 размером 8 и м размером 6 соответственно м размером 6 так дальше нам понадобятся переменные первое что мы делаем формируем массив а размером от 1 до n то есть до 8 8 строк и размером от 1 до m то есть 6 столбцов так сделаем тоже целочисляем так дальше нам понадобятся переменные i и g и так же вспомогательные переменные благодаря которой будем находить индекс минимум в каждой строке так и тоже сделаем целочисляем так так ну и понадобится нам сумма которую сделаем вещественной так начинаем дел программа так ну и сформируем нажимаем массив благодаря генератору случайных чисел сформируем строке строке так сформируем сформируем массив Благодаря функции случайных чисел, размерности n, соответственно, на m. То есть значение элементов массива будет приниматься от 0 до n, умноженное на m, минус 1. Так, дальше начинаем. Обнуляем значение суммы равной 0. Дальше напишем цикл изменения по строкам, так и до того, что необходимо будет наполнить несколько операторов. Используем составной оператор бензины с точкой капитой. Так, дальше. Перемену g, minimum. Присываем первое значение. Дальше изменяем цикл по столбцам. Начинаем со второй. Так, и проверяем условия. Если а, итое, жтое, соответственно, больше а, итое, жтое. Менимум. Так, наоборот, не больше, а меньше. Тогда мы нашли новый минимум. Ну и присваиваем индекс, надлежащий этому минимуму. Так, следующее действие. Мы суммируем минимальный элемент, полученный в строке. результат. При помощи стандартной процедуры вывода полученное значение суммы. Так, ну и еще давайте выведем. На экран. Получившийся минимум. Да. Да. Продолжение следует... 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 от одного до шести с опцией и от одного до восьми соответственно строки так ну давайте тоже сформируем в произвольном порядке мы должны сравнить с предназначениями Продолжение следует... 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 Убавляем новое полотно, итак, начинаем сначала, начинаем Блок вычислений, где запишем константы, следующий блок, идут циклы, один за друг другом, дальше опять вычисления, ну и вывод полученных значений, так, следующее действие у нас соответственно обнуление, так, дальше опять цикл, так, после цикла идет присвоение, так, дальше идет следующий цикл, там дальше проверяются условия, если условия верно присваиваются значения, так, дальше идут вычисления, так, вывод значений, ну и конец. так, ну и давайте соединим линиями с стрелками, как у нас происходит направление движения к блокам, выполнение алгоритма. так. 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 то так. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, если условия вверх Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, мы кое-что забыли здесь А именно вывод Минимальное значение В каждой строке Добавляем линию 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 Так, ну и последнее, выводим сумму, так, и заказываем выполнять программу. Так, еще нам нужно добавить указывающий правильный путь при выполнении того временного условия. Так, это здесь. Так, ну и все. Так, ну и все. Так, ну и вот как будет выглядеть алгоритм, виде блок схемы, ставим задачи. Так, ну и остается защита лабораторной работы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова